Часть первая. Автор и искусство истории. Эпиграф. Истории – это средство существования. Кеннедберг. Введение. История на миллион – книга не о правилах, а на принципах. Любое правило диктует – вы должны делать это именно так. Принцип указывает – так делается с незапамятных времен. Разница очевидна. Вам не нужно создавать свое произведение по образцу умело скомпонованной пьесы. Напротив его следует мастерски выстроить в рамках тех принципов, которые лежат в основе искусства кинодраматургии. Осторожные неопытные авторы подчиняются правилам. Малообразованные бунтари их нарушают. Мастера совершенствуют форму. История на миллион – книга не о формулах, а о вечных универсальных формах. Все представления о парадигмах и заведомо успешных моделях истории лишены смысла. Если проанализировать все фильмы, снятые в Голливуде, то, несмотря на существование различных тенденций, ремейков и сиквелов, мы увидим поразительное множество сценарных замыслов и ни одного прототипа. «Крепкий орешек» не более типичен для Голливуда, чем «Родители», «Открытки с края бездны», «Король лев», это «Спайнал Теп», «Перемена судьбы», «Опасные связи», «День сурка», «Покидая Лас-Вегас» или тысячи других замечательных фильмов, относящихся к десяткам жанров и поджанров, от фарса до комедии. «История на миллион» побуждает к созданию сценариев, которые будут волновать зрители на всех континентах и оставаться востребованными на протяжении десятилетий. Никому не нужен еще один сборник рецептов о том, как правильно разогревать остатки голливудского пиршества. Мы должны заново раскрыть основополагающие принципы искусства кинодраматургии, которые указывают таланту путь к свободе. Неважно, где снимается фильм – в Голливуде, Париже или Гонконге. Если он по-настоящему хорош, то приводится в действие всеохватывающая цепная реакция удовольствия, которая ведет его от кинотеатра к кинотеатру, от поколения к поколению. «История на миллион» – книга не о стереотипах, а об архетипах. Архетипическая история раскрывает универсальный опыт человека посредством уникальных средств выражения, соответствующих определенной культуре. Стереотипной истории, напротив, присуща скудность содержания и формы. Она не выходит за узкие рамки отдельных представлений и облачается в устаревшие одежды, лишенные своеобразия. Так в Испании некогда существовала традиция, согласно которой младшие дочери в семье должны были вступать в брак только после того, как выйдут замуж старшие. Фильм о семье XIX века, где показаны суровый отец, безропотная мать, старшая дочь, которой не удается выйти замуж, и страдающая младшая сестра может растрогать тех, кто помнит этот обычай. Однако за пределами Испании он вряд ли вызовет чувство сопереживания. Автор, обеспокоенный, ограниченный притягательностью своей истории, прибегает к помощи декораций, персонажей и действий, которые когда-то нравились зрителям. Каков же результат? Использованные штампы, оказывается, никому не интересны. А ведь обычай безусловного послушания мог стать тем материалом, который принес бы автору всемирный успех, если бы он засучил рукава и занялся поисками прообраза. Архетипическая история создает настолько необычную обстановку и характеры персонажей, что каждая деталь радует глаз, в то время как ее изложение вскрывает конфликты, столь характерные для всего человечества, что они переходят из культуры в культуру. В фильме по сценарию Лауры Эксивель «Как вода для шоколада», официальное название в российском прокате «Опаленной страстью», мать и дочь постоянно сталкиваются с необходимостью выбора между зависимостью и независимостью, стабильностью и необходимостью перемен, личными интересами и желаниями других людей. Подобные конфликты известны любой семье. Несмотря на то, что наблюдения Эксивель за домом и обществом, взаимоотношениями и привычками сопровождаются большим количеством невиданных ранее деталей, мы ощущаем непреодолимую тягу к этим персонажам и очарованы той действительностью, которую никогда не знали и даже не могли представить. Стереотипные истории остаются там, где появляются на свет. Архетипичные отправляются в путешествия. Выдающиеся мастера кинорассказа от Чарли Чаплина до Ингмара Бергмана, от Сатья Джитарея до Вуди Аллена дают нам две исключительные возможности, о которых мы всегда мечтаем. Прежде всего, это открытие неизвестного мира. Не имеет значения, каков этот мир, глубоко интимный или эпический, отражающий современность или историческое прошлое, настоящий или вымышленный. Он всегда поражает нас, как нечто необычное или незнакомое. Словно пытливые исследователи, мы вступаем, раздвигая ветви деревьев на неизведанную территорию, в свободную от штампа в зону, где обычное превращается в необыкновенное. Во-вторых, в чужом мире мы обнаруживаем самих себя, разглядев собственные черты глубоко внутри, предполагаемых нам персонажей и возникающих между ними конфликтов. Мы отправляемся в кинотеатр, чтобы оказаться в новом захватывающем мире, занять место вроде бы совсем не похожего на нас человека и в глубине души найти с ним нечто общее, пожить в вымышленной реальности, которая озаряет нашу повседневную жизнь. Мы хотим не убегать от жизни, а обретать ее, пытаться мыслить по-новому, обогащать свои эмоции, любить, учиться, делать свое существование более насыщенным. История на миллион написана для того, чтобы побудить сценаристов наполнять фильмы той силой и красотой, которая позволит получать это двойное удовольствие. Эта книга не о поиске кратчайших путей, а о скрупулезности. С момента обретения вдохновения до появления окончательного варианта сценария может пройти так же много времени, как и при работе над романом. Мир, который создают сценаристы и писатели-прозаики, их истории и образы одинаково насыщены. Однако страницы сценария содержат слишком много белых пятен, и возникает ошибочное представление о том, что сценарий пишется быстрее и проще. В то время как графоманы сочиняют текст с такой же быстротой, с которой умеют печатать, сценаристы подвергают его беспощадному сокращению, стремясь выразить абсолютный максимум с помощью минимального количества слов. Однажды Паскаль написал своему другу длинное пространное письмо, а в постскриптуме извинился за то, что у него не хватило времени написать короткое. Подобно Паскалю, сценаристы учатся ставить во главу угла экономию слов, не жалеть времени на достижение лаконичности, а мастерство соотносить с настойчивостью. История на миллион – книга не о тайнах писательского творчества, а о его реалиях. Никто и никогда не вступал в заговор с целью сохранить в тайне законы искусства драматургии. На протяжении 23-х столетий, прошедших с тех пор, как Аристотель написал свою поэтику, секреты этого ремесла были открыты для всех, как библиотека на соседней улице. В ремесле рассказчика историй нет ничего недоступного пониманию. Действительно, на первый взгляд, сочинение истории для кинематографа кажется обманчиво простым. Однако, по мере того, как мы все ближе продвигаемся к кульминации, выстраивая сцену за сценой и пытаясь заставить историю работать, задача становится все сложнее. И мы осознаем, что на экране ничего нельзя скрыть. Если сценарист не способен пробудить в нас эмоции с помощью одной лишь постановочной сцены, он не может, в отличие от романиста, использующего авторскую речь или драматурга, включающего в пьесу монологи, укрыться за словами. Ему не удастся с помощью пояснений или эмоциональной лексики сгладить шероховатости, которые выражаются в нарушении логики, несовершенной мотивации или отсутствии ярких чувств, и рассказать, что нам следует думать и как чувствовать. Камера, подобно рентгеновскому аппарату, с пугающей точностью фиксирует любой фальшь. Она показывает жизнь в многократно укрупненном виде, а затем обнажает каждый слабый или сложный поворот сюжета, пока в замешательстве и разочаровании мы не покинем зрительный зал. Тем не менее, при наличии решимости и желания учиться с этой трудной задачей можно справиться. Процесс создания сценария полон чудес.